Все-таки судебная реформа стала топ-темой этой недели. Если политикам удастся справиться с сотнями страниц законопроектов и тысячами поправок, то еще одну проблему, похоже, пока решать вовсе некому. А проблема эта в контексте судебной реформы главная. Сама система на сегодняшний день фактически недееспособна. Судей не хватает. Есть целые районы на территории Украины, где нет ни одного действующего судьи. Только представьте, люди там не могут ни развестись, ни оформить наследство, да и в центральных судах, например, в Печерском, столице, на сотни важнейших дел не наберется и десятка людей в мантиях. Безлюдные кабинеты правосудия видела моя коллега Инна Томина. Рецентр Путила один из самых крупных в Черновицкой области. Население 25 тысяч жителей. Все дела местные решают именно здесь. Район горный, села расположены далеко друг от друга. Чтобы добраться до Путила, часто уходят полдня. Поэтому люди приезжают сюда только по самым важным делам. Например, решить судебную тяжбу. Раньше все споры рассматривали именно в этом здании. Тут зараз ничего не працюю. Навіть припало порохами наше техничное обладнание. Оборудование пылится уже полгода. А вместе с ним и кипа документов. Все потому, что судить просто некому. Еще в прошлом году двое судей ушли на пенсию. У третьего в конце апреля истек срок полномочий. Судов нет. Суд, можно сказать, справа не рассматривает. Но это не означает, что суд не функционирует совсем. Мы справа принимаем, сделаем их распредел. Потом складываем доведки, что не можем их дальше рассматривать. Но криминальные справы и административные правопорушения за нашими поданиями мы направляем в апелляционный суд Черновецкой области. Но вот с гражданскими делами совсем другая история. Они просто накапливаются. Люди не могут сделать элементарного. Оформить наследство, развестись или получить страховку. Без подписи судей не выдают даже копии старых вердиктов. Вот есть такое, что сталося ДТП, человек поразбивал машины. И вот нужно срочно, чтобы рассмотреть справы, чтобы решить, кто виноват, кто не виноват. Получается, Путила – городок, где не работает закон. И этот случай отнюдь не единичный. В стране не имеют полноценного доступа к правосудию жители девяти районов. Там или одновременно уволились все судьи, или же у них истек срок полномочий. У тех же служителей Фемида, что остались на местах, нагрузка увеличилась втрое. У одного судьи может быть более тысячи дел в год. Складывается таким образом ситуация, что судебные дела, которые рассматривают судьи, они физически не успевают рассматривать в те сроки, которые предусмотрены процессуальными законами. Непунктуальность украинской Фемиды для простых украинцев – это вопрос и времени, и денег. Адвокат Виталий Жадобин вот уже два года добивается решения в земельном деле. Суд Киевской области все никак не решит спор между двумя фермерами и прокуратурой. Они находятся в состоянии неопределенности. Они не знают, как дальше планировать свой бизнес. Судейский корпус в Украине резко сократился в прошлом году. Тогда уволились почти две тысячи сотрудников. Причины разные. Одни устали, других устроили пожизненные льготы и гарантии при отставке по собственному желанию, третьи испугались переаттестации. Катастрофическая нехватка судей, неэффективность и тотальное взяточничество в судах – об этом говорят и в Украине, и в Европе. Пока с помощью люстрации коррупции в судах победить не удалось. Взятки брать продолжают. А честные идти работать за копейки попросту не хотят. Судебная система остро нуждается в реформе. Но пока проект судебной реформы застрял в парламенте. И на его пути 4 тысячи поправок. А вот конкурс Верховный суд хоть и медленно, но идет. За отбором 120 кандидатов на пожизненные мантии внимательно наблюдают активисты. Ведь место уж больно хлебное. Зарплата более 100 тысяч гривен. Что касается судов на местах, то такой конкурс еще не стартовал. Комиссия только отбирает кандидатов. А желающих немало. Но пока только одного их желания изменить систему мало. Судебной реформе мешает отсутствие политической воли. А без этого судебные коридоры и дальше будут лабиринтами коррупции. Или же пустыми кабинетами, в которых пылятся сотни нерешенных дел.